Докистайл Теперь же пуля проникает через руку в любую часть тела, то есть, если вы попали, например, в бок человеку, когда рука была прижата к туловищу, то урон будет как от попадания в туловище, но если вы попали в руку, а за ней ничего нет, то урон засчитается как просто от попадания в руку. Это очень, конечно, приятное обновление, потому что раньше бывали случаи, когда зажимаешь человека, кровь летит, а он не падает, а оказывалось, что мы попадали ему в руки, там, ноги, пальцы на ногах, может быть, ну или в ногти, и урон был маленьким. Сейчас это исправили, и это очень радует. Гран-загрузки и тема лобби снова вернулись в то состояние, какими они были до турнира. Большие изменения коснулись инвентаря. Теперь количество выбрасываемых вещей можно настраивать с помощью ползунка, то есть, например, если у вашего тиммейта кончились патроны, то можно выбросить половину, если нажать Alt плюс правую кнопку мыши. Разработчики молодцы, что добавили такую возможность, потому что тем, кто играет в дуо или в схвате, теперь станет намного удобнее делиться лутом с напарниками. Еще раньше в инвентаре не хватало места, мы не могли поменять обвесы на оружие, потому что старый обвес собирался в инвентаре, теперь он будет просто падать на землю. Также, если вы снимете с оружия увеличенный магазин, то лишние патроны, которые не помещаются, тоже просто выпадут. И еще немаловажное нововведение, это при зажатом Alt, и если мы нажмем правую кнопку мыши, то все обвесы будут сняты с оружия. Другими словами, если вы решите поменять Скар, например, на М416, то вам не придется перетаскивать каждый обвес его в инвентарь по одному, и потом также обратно. В меню, во время игры, появился пункт управления командой. Теперь, если вам попался полфливый или неадекватный тиммейт, вы можете просто замутить его, и все. Метки теперь можно добавлять, не открывая карту, как, например, это реализовано у Rainbow Six Siege. То есть, если вы видите врага за каким-нибудь камнем, вам не надо будет пытаться объяснять своему тиммейту с помощью азимута и какой-то матери, где находится враг. Просто прицельтесь примерно в то место при зажатом Alt, нажмите правую кнопку мыши. Это теперь очень удобно. Изменения, которые произошли на картах. На карте Мирамар и Эрангель добавлена динамическая погода. На Эрангеле добавили только пасмурную погоду, которая включает в себя динамическую смену дождя, тумана и так далее. А на Мирамаре пасмурно и закат. Теперь даже в пустыне будет идти дождь. Конечно, очень интересно будет увидеть Мирамар с этими погодными эффектами. Немного изменили Эрангель, добавили небольшие домики в некоторые районы, а рядом с рекой изменили ландшафт. Надеюсь, теперь можно будет нормально выйти из реки, потому что раньше, когда зона заставляет тебя переплывать, то на выходе в 90% случаев мы не выживали. И вокруг военной базы на Сосновке добавлены деревья, туда, где раньше была открытая местность. Тоже очень удобно, потому что раньше это был тир. Но и Мирамар не остался без изменений. Добавили больше гранатовых дорог, чтобы передвижение на транспорте стало более эффективным, а также изменили некоторые склоны гор, чтобы также можно было спокойнее передвигаться на автомобиле. Для пользовательских матчей добавлены новые настройки и новый режим eSports Gamescom Invitation 2017. Но сам кастами матчами я не пользуюсь, поэтому под дробное изменение я не улыблялся. Лучше бы разрешили запускать матч вдвоем, потому что 10 человек собрать тяжело. Оптимизировали немного игровой клиент для повышения FPS. Снизили громкость звуков, когда игрок находился в машине при игре от первого лица. Система реплеев обновлена до новой версии, и ставя реплей, в ней уже посмотреть нельзя. Ну и по традиции, исправлено огромное количество багов. А именно, это исправлена проблема, когда при взрыве гранатой в двери мусор от неё не отлетал. Исправлена проблема, когда можно было держать сковороду и огнестрельное оружие одновременно. Лично я никогда не сталкивался с таким багом. Исправлена проблема, когда датчик дыхания убийцы не появлялся, если вы за ним наблюдаете после смерти или во время повтора. Исправлена проблема, когда два игрока, как часто бывало, проходили через дверь и кто-то мог застрять. А вот эта проблема очень давно в игре уже, и наконец-то разработчики её исправили. Исправлена ошибка, когда вы могли разговаривать со своим убийцем, если вы летели из игры и подключились, когда вас уже убили. На этом это все важные изменения, которые были добавлены на тестовый сервер. На основные сервера обновления будет добавлено, ну скорее всего, через 1-2 дня, как это обычно бывает. Если вам понравилось видео, или оно было для вас полезным, то не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok